Доброе время суток. Тема. Кондиционеры бытовые. Содержание. История. Принцип работы. Конструкции. Тесты. Преимущества. Недостатки. Я вам приведу примеры тех кондиционеров, которые я монтировал и эксплуатировал. Материал специально подобран таким образом, чтобы новичку было понятно и он мог быстро сориентироваться в огромном потоке информации с инета. Тем более, что каждый кулик хвалит свое болото. С появлением человека на земле началась борьба с жарой. То, как может, в зависимости от своих возможностей и средств. Заметив, что камыш работает как ветер, строили хижины из камыша. Затем обратили внимание, что хижина из глины хорошо охлаждается. А если еще и полетивой водой, то испаряясь, хорошо охлаждает хижину как снаружи, так и внутри. Англичанин Гирижин, досуги просматривая историю древних людей и их борьбу с жарой, сообразил, что ветер и жидкость, испаряясь поверхности, охлаждает поверхность как снаружи, так и внутри помещения. Взяв за основу этот принцип и в 1902 году изобрел кондиционер. И пошло-поехало. В 1935 году был выпущен первый кондиционер на базе электричества. Он принял название как «оконный кондиционер». С этого времени пошел массовый выпуск кондиционеров. В 60-х годах лидерство по выпуску кондиционеров перехватило Япония и Китай. Первые кондиционеры китайские у нас появились в 70-х годах. В нашей стране первыми выпустили кондиционер «Бакинский завод». Это 80-е годы. То есть «оконный кондиционер» является базовой моделью, на основе которой были созданы все последующие кондиционеры. Переходим к технической части. Все охлаждительные системы состоят из следующих агрегатов. Компрессор, земельбик, радиатор. Второй змеевик, радиатор, под названием испаритель. Капиллярная трубка, это медная тонкая трубка, свитая в спираль. Все это дело соединяется медными трубками, и вся эта система залита жидкостью под названием фреон-хладоген. Каждый змеевик обдувается своим вентилятором. С компрессор создают давление и движение жидкости. Принцип работы охлаждения. Начало работы. Включаются оба вентилятора обдува обеих земельбиков. Затем включается компрессор, создающий давление и движение жидкости. Фреон, проходя через капилляр, с жидкого состояния превращается в газообразное состояние. То есть испаряется на стенках испарителя. По этой причине, как мы уже знаем, эта поверхность охлаждается. Вентилятор обдува испарителя забирает воздух с комнаты. Прогоняет его через свой охлажденный радиатор и задает в комнату холодный воздух. Вентилятор конденсатора забирает воздух с улицы. Охлаждает змеевик и выбрасывает его опять на улицу. Это вы видите агрегаты оконного кондиционера. Принцип которого применен во всех последующих кондиционерах. Использующие фреон, то есть хладоген и имеющие компрессор. Преимущество. Это компактность. Минимум электроагрегатов, которые находятся в середине. Нет разъемных деталей. По этой причине нет утечки фреона. То есть он не требует до заправки. Он имеет возможность задавать воздух с улицы и комнаты. Имеет большой коэффициент полезного действия. Имеются экземпляры, которые с 70-х годов работают до сих пор. Поставляется с завода, он уже в нормальном рабочем состоянии. Вам необходимо включить вилку в резидку и он уже работает. Недостатки. Большой шум. Микрософт постоянно борется с разработчиками, пытаясь его с ним не очень хорошо удается. С другой стороны, и он не от своего рода с ним был. Мои институты и линейки микрософтами. Сменяем мобильную систему с лазманной компанией. Мне кажется. Сменяем, как это происходит вообще в странах. Но вот после последнего обзора, который вышел в пятницу, там явно на фоне... В окне необходимо делать прием. Что не всегда возможно при наличии пластиковых окон. Если на зиму оставить в окне, то через него поступает холод в помещении. По моему мнению, эта конструкция хороша для дачи и кухни. Второй тип кондиционеров. Это напольный кондиционер. Конструкция его состоит из следующих агрегатов. Первое. Как во всех кондиционерах. Компрессор. В отличии от оконного кондиционера, он имеет два электродвигателя для вентилятора. Один электродвигатель со своим вентилятором на обдув конденсатора. Второй электродвигатель со своим вентилятором на обдув испарителя. Обдувая испаритель, охлажденный воздух нагнетается в комнату. Конденсатор обдувается следующим образом. Его вентилятор забирает воздух с помещения, прогоняет через решетку змеевика конденсатора и через гофру выдает на улицу. Преимущества. Мобильный, практически поставить можно в любой комнате Можно использовать как вентилятор Имеется много функций Управление дистанционное и местное Отличный дизайн, компактный Нет разъемных соединений в системе фреона Все запаяно, надежный С завода выпускается, наполненный фреоном, готов к работе Вы включаете вилку в резетку и он начинает функционировать Недостатки этого кондиционера Вынос теплого воздуха производится на улицу через гофрированную трубу Диаметр этой трубы примерно 100-150 мм Длина примерно 3 метра Соответственно при проходении теплого воздуха Эта гофрированная труба нагревается примерно до 50 градусов Тем самым обогревает воздух комнаты Что значительно снижает КПД То есть система кондиционера работает на охлаждение А труба на повышение температуры комнаты У нас им пользовались охранники То есть они постоянно меняли место дислокации И это было им удобно иметь такой кондиционер Отличный вариант для дачи Самая распространенная на данный момент система Это сплит система Повторюсь, базой его является также оконный кондиционер Но здесь как бы этот оконный кондиционер разделили на два блока Имеется наружный блок Соответственно по своему названию Установится на улице В котором находится компрессор Змеевик конденсатора Вентилятор обдува компрессора и конденсатора Медные трубопроводы Второй блок это внутренний блок Соответственно из своего названия Устанавливается в комнате В любом месте на любой стене Расстояние между этими блоками Рационально до 5 метров Во внутреннем блоке находится Змеевик так называемый испаритель Один или несколько вентиляторов Для обдува решеток испарителя И подачи охлажденного воздуха в комнату Вентиляторы забирают воздух с комнаты Прогоняют его через решетки испарителя И охлажденные обратно выдают в комнату Управляется дистанционно с пульта управления Имеет очень много функций Прекрасные дизайны Продается блоки раздельно Можно купить наружный блок отдельно И можно купить внутренний блок отдельно Сплит система также позволяет Установлять несколько внутренних блоков То есть примерно в 3 комнаты Можно вставить свой внутренний блок Со своим управлением То есть наружный блок будет один А внутренних блоков несколько Чем больше мы ставим внутренних блоков Тем больше необходимая мощность наружного блока Эта система имеет также свои недостатки В некоторых местах имеется очень сложный монтаж Особенно на высоте Для его монтажа необходимо приглашать специалистов Они устанавливают эти два блока Собирают систему трубопроводов Закачивают туда фреон Производят замеры, настройки, регулировки И контрольный запуск Также большим недостатком его является Множество резьбовых соединений Что приводит к утечке фреона Тем самым в необходимости до заправки фреоном Постоянно нуждается в техническом обслуживании Ну и наконец потолочный кондиционер Это самая дорогая система Внутренний блок может быть как один Так и несколько Соответственно внутренние блоки устанавливаются Непосредственно в потолке помещения Эти системы применяются в основном в больших помещениях Недостатки его такие же как и в сплит-системе Но она еще более сложнее Требует постоянного ухода и технического обслуживания Я думаю, что после полного просмотра этого видео Любой человек может выбрать необходимую конструкцию кондиционера Удовлетворяющую его потребности Выбор за вами Всего вам хорошего До следующих встреч в следующем видео